Которые в общем из-за содержимого строка, они типа случайные. Но вряд ли у строки, которая в словаре раньше, хэш-код меньше, например. И поэтому говорят, что у хэшированы структуры данных порядка нет. Имеется в виду, что порядок есть. Просто в документации не описано какой. И в общем-то, если вам заранее, то есть если мне сейчас дадут хэш-сет и скажут, мы туда добавляем строки А, Б, С. Если сделаю ту-стрит, в каком порядке их выведут, то это вряд ли будет порядок А, Б, С. Но я могу взять бумажку, ручку и рассчитать порядок. Просто он может быть странный. С, А, Б. Порядок будет. Просто он как бы никак не связан с логикой. У три-сета я вручную должен определить порядок. И почти всегда порядок связан с логикой моего объекта. Если это точка, я решил, что точки с координатой х0 это меньше, чем точки с координатой, ну, мы сортируем в байксовой координате, то у меня будет при выводе четко порядок, заданный вот от маленьких х0 к большим. Да, вопрос. Что будет, если координаты совпадут? Будет одна точка. Оказалось, что три-сет. Вот там дальше в JavaDoc'е такое скользкое место. Там, как бы, они как-то говорят, но можно почитать JavaDoc'е, он такой себе. А, да, смотрите, у нас у Point2D выключен метод equals. А он три-сету и не нужен. Потому что у него в руках есть компаратор, есть метод compareTool. И метод compareTool скажет ему, что два объекта одинаковые. Если хэш-код является пристрелочным методом, то есть идет сравнение по хэш-коду, если не совпали, все равно проверяет equals. Equals это сравнение по ДНК. По подозрательному по коду ДНК. То compareTool он является абсолютно точным. То есть если compareTool вернул число больше, значит стопудово я больше него. Если compareTool меня с кем-то вернул 0, то значит я точно равен ему. И equals вызывать не надо. И поэтому, поскольку мы сравним только по х-совой координате, оказалось, что у меня, как бы, в отношении эквивалентности участвует только х. И как только у двух точек совпали х, эта штука говорит, вот и у тебя будет первый х. Ты добавил 0,10, а оно лежит. Когда добавляли 0,0, мы у старой точки к новой точке, или там между ними вызвали compareTool, получили 0, сравнение только по х, и все изменит. Это равные объекты. Это, вот это равенство, задает, если мы будем плевать на знак, а будем только говорить 0 или не 0. Оно задает корректное отношение эквивалентности. Просто у меня получается, что математически корректно, что точки 0,0,0,1,0,2 и 0,3 все равны между собой. Точки 1, 1, 1, 1, 7, 1, 100, 500 тоже равны между собой. Это называется классы эквивалентности. То есть вот эти штуки между собой равны. Всех мальчиков я буду называть «Эй, ты», а всех девочек «Золя». Из какого-то КВН. А вот у человека два класса эквивалентности, мальчики и девочки. Саша и Золя. Все. Ему так удобно. У нас получилось, что мы математически корректно определили, но по бизнесу наши классы эквивалентности не совпадают с бизнесовыми классами эквивалентности. И говорю, не-не-не-не-не. Если у точек совпали х-совые координаты, абсциссы, это не значит, что они равны. Надо проверять дальше. Мне кажется, что правильный compareTool тут выглядит так. Если, давайте сейчас угаду, это будет dx. Вот абсолютно корректный метод compareTool. Я считаю dx. Если dx не равен 0, то возвращаю dx. Иначе возвращаю... Это называется лексикографический порядок. То есть у меня x-овая координата как бы бесконечно важнее y-ковой координаты. Как в словаре. Первая буква бесконечно важнее второй буквы. То есть даже если у тебя будет а, ю, 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 ты все равно стоишь раньше человека, у которого б, 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 б. Ты говоришь, ну у меня так много ю, ю это плохая буква, она в конце, ты говоришь, неважно. Мы меряем по первой букве. А, дальше плевать, б, все, извини, друг, ты дальше. Если а и а, черт, надо проверять следующие буквы. То есть только если первые буквы совпали, берем вторые буквы. Если первые буквы разные, извини. Здесь тоже самое. В смысле, я выбрал лексикоанатический порядок сравнения. Это мое право. Я сказал, мы сравним по x. Если x-ы разные, то они все решают. На y-ки плевать. И только в том случае, если x-ы одинаковые, тогда я сравниваю с y-ки. Да, вообще говоря, я скажу кратко, что порядок точек на двумерной площадь, и вообще говоря, неопределен как бы. То есть вы нарисуете квадрат, и тут куча точек. И говорят, упорядочить их все. То вообще непонятно, какой порядок. К этому даже есть глубокое математическое объяснение на уровне последних курсов МИХМАТа, которое властит, что, в общем-то, из-за того, что когда мы говорим про порядок, мы говорим, в общем-то, про одномерные объекты. Они все выставлены в линию. Левая, правая. А когда мы говорим про площадь, то это топологически, это двумерный объект. И там, ну то есть, вот у меня кусок квадрата, да? От нуля до тысячи, от нуля до тысячи. И говорят, построй порядок, да? Вот эти две точки. Отчеркивают, какая из них больше? И вот эти две. Я говорю, хорошо. Чем дальше от нуля, тем точка круче. Да, просто. Х квадрат плюс Y квадрат, корень. Вот у кого это больше, тот круче. Да, ну для точки мы считаем длину, как далеко она от нуля. Вроде все классно, да? Нет, плохо, потому что оказывается, что уравнение X квадрат плюс Y квадрат равно R имеет бесконечное количество решений. Это все точки, которые находятся на расстоянии R. Вопрос, а вот между ними какой порядок? Если ты между ними порядок не определишь, а определишь вот так. Ну то есть, если ZY в квадрате плюс ZY в квадрате корень из этого расстояния равен корню из другого, тогда я говорю, что они одинаковые. То мне оказывается, что вообще их точек бесконечно много. Ну точка, например, я не знаю. 0,10 и точка, 10, 0. Яркий пример, да? Одна вот тут, другая вот тут. Мне нужно определить порядок между ними. Как тогда определяю порядок какой-то дурацкий? У меня точки стоят вот так. Вот так, вот так. Это такая лапша получается. Ну то есть, если ты их начинаешь растаять, у тебя как-то странно все. Итак, теперь все хорошо. То есть, да, давайте добавим еще одну точку. Да, от порядка добавления это дело вообще не зависит. То есть сначала идут точки, которые начинаются на X равно 0. Потом идет точка, у которой X равно 10. X10 это круче всех остальных. Сортируем порядки возрастания. Хорошо. Тут X0 и тут X0. Разобраться нельзя. Хорошо. Сортируем по второй координате. Тут 0, тут 10. 0 меньше, 10 больше. То есть теперь оно отличает точки с одинаковой X-овой координатой. Если вот это вот дело стираешь, то оно перестает их отличать. И у тебя остаются все две точки. С координатой X0 и с координатой X10. С координатой X0 будет первая, у которой координата была X0. Когда добавляют вторую, оно вызывает компету. Компету возвращает 0, оно говорит, а это точно такая. И на вторую уже вторую не добавляет. Хорошо. Еще. Когда говорят про порядок, да, еще такая маленькая задачка. Смотри. Вот сделали такую порядок. Да, и все вроде как хорошо. Одна проблема, что теперь вашей штуковины можно сортировать только в единственном порядке. Вот есть класс строка. И вдруг оказывается, что строки сортируются в том порядке, в котором авторы строк захотели. А представьте, что я хочу другое. Я говорю, нет, нет, нет. Чем длиннее строка, тем она круче. И только у строк равной длины нужно сравнивать их в лексико-эропическом порядке, в словаре. Такое у меня правило. Я говорю, это не тот порядок. Ну, с точки зрения словаря, строка А круче строки АА, например. Ну, потому что конец строки круче любой буквы. Ну, в словаре так и будет. То есть, если у вас есть, ну, если одно слово претит с другого слова, то оно стоит раньше. Потому что у него буквы уже закончились, а у этого есть. Вот. Да, тут будет строка АВ, и в самом конце будет строка АВС. А я говорю, нет, 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 дело не так. Вот эта строка самая... Ну, не так, например. Сейчас. АХ. 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 А тут будет, например, В. Вот как отсортируются строки сейчас. Они так будут стоять в словаре. Сначала слова на букву А. Среди слов на букву А первым будет стоять слово, когда А ничего нет. Среди слов, у кого что-то есть, будет стоять тот, у кого буква младше. Х стоит в словаре раньше и К. Я говорю, нет, не так. Короткие слова круче длинных слов. Я хочу, чтобы, ну, в смысле, они хуже. Я хочу, вначале стояли все короткие слова. Все слова длины 1. Потом все слова длины 2, все слова длины 3, все слова длины 4. И вот если длины одинаковые, тогда сравниваю с лексикографической. Строка говорит, нет, у меня метод комплекту уже реализован. Более того, у нас строка финальный, от него нельзя наследоваться. Что делается? Мы закончим 10.30. Нам осталось чуть-чуть, это точно много. Давайте задачку со строками решим. Итого, у меня есть set стро равно new 3 set. Вот как это выглядит сейчас и как мне не нравится. set add что у нас там, а а x, а x, а x, да. Да, порядок не важен. Давайте я его как бы сотру, да, а то он выходит еще и ровлика. В начале стоит а, потом а x, а y, b. Наши классы имплементируют интерфейс comparable. В том случае, если для них, судя по предметной области, есть естественный порядок. Строки обычно сортируют как в словаре. Чисто сортируют по возрастанию. Но, если у вас есть ваш личный, произвольный порядок, который вы приплели только в данном случае. Ну, у вас в проекте есть какой-то класс, который все используют. И вы сейчас эти классы хотите сортировать по цене. А другой человек в другом месте хочет их сортировать по рейтингу. А этот хочет сортировать по количеству их на складе. То оказывается, что вообще, я говорил, товар, а нет понятия порядок. Телевизор Panasonic за 2000 гривен, 7 звездочек, какой мне порядок? Это круто. Как его сравнить с другим телевизором? То есть, кто-то хочет в таблицу вывести их по цене, кто-то по дате поставки, по рейтингу пользователя и так далее. В таком случае не рекомендуется имприменить интерфейс Comparable. А рекомендуется сделать отдельный класс, который имприметит не Comparable, а Comparator. Тоже чем-то типизированный. Что будем сравнивать? Строки. Они говорят, этот интерфейс должен реализовать метод. Если я пойду в интерфейс Comparator, оказывается, что это equals повторили от обжекта, игнорируйте. Нужно реализовать всего один метод, Comparable, получающий два объекта. Почему? Метод Interface Comparable и метод Comparator. Это когда ты имприментишь интерфейс, и теперь у тебя будут спрашивать, что ты думаешь о сравнении тебя с ним. Компаратор это отдельная штука. Ему принесут меня, ему принесут его, и он скажет, какие мы. Получается, и не в чём. У меня может быть мои объекты. Если Comparable, то они реализуют. Нет, а тут отдельная. Компаратор 0, Компаратор 1, Компаратор 2. Если вы объекты будете носить этому товарищу, а у него метод Comparator с двумя аргументами, он будет говорить, кто больше, кто меньше. А можете носить этому объекту? А можете носить этому объекту? Вы сами не умеете сравниваться. У вас метода Comparator нет. Метод Comparator у другого объекта. А таких объектов может быть много. Это лично у тебя не может быть 5 методов Comparator. Но Java запрещает иметь 5 методов абсолютно одинаковых. Но иметь 5 разных объектов с одинаковыми методами можно. Просто каждый раз взять комплектный объект. Поэтому я делаю Компаратор. Он тоже динамифицированный. Я говорю Компаратор строк. Если мы сюда глянем, Компаратор типов Т, метод Comparator с типом Т и с типом Т. Окей, пишу строки. Давайте назовем их все-таки С ситеры 0 и ситеры 1. А теперь пишем. И ситеры 0 ленз минус ситеры 1 ленз. Давайте это вынесем. Это значит LensDif. Если LensDif равен нулю, нет, не равен нулю, то RETURN LensDif. ELSE RETURN 0, TAMP 2, TAMP 1. Я считаю длину строк. Если от своей длины, ну, в смысле, от длины первого аргумента, отняв длину второго аргумента. Если она не равна нулю, то строки разной длины. Я возвращаю эту разницу. То есть если у первого длина больше, он круче. Поэтому число плюс 1. Ну, положительное. Если у CTR 0 длина меньше, число отрицательное. И только если этот if не выполнен, у них одинаковая длина, тогда я вызываю оригинальный компаратур. И в конструкторе передаю экземпляр CTR компарата. И вот теперь порядок другой. Теперь оказывается, что короткие, сначала короткие строки, потом длинные. Внутри коротких строк, действительно, A круче B, AX круче Y. Да, ну это к начальному порядку не имеет никакого отношения. Я даю B, A, оно не выравнивает, говорит, A, B. Даю AY, AX, оно выравнивает AX, AY. То есть суть в том, что я могу задать произвольный порядок. Ну, кое-какой я хочу. Когда я вызываю сортировку, то... Да. Теперь смотри. Второй вопрос, более глубокий, на который, вообще говоря, человек не обязан давать ответ на собеседование, ну, в смысле, когда берут его на трейдинг, на обучение. Если берут на джуниора, уже долларов на 600, на 800 человек должен знать ответ. Ты говоришь, хорошо, оно типа сортированное, а что это значит? И какой вместо этого дешев? Он говорит, я напишу println, оно будет упорядочено. Я говорю, а у меня, если что, все коллекции я буду println называть? Ну, println-то хорошо в консоль написано. Вообще, когда я имею товары, ну и что ж они в println не упорядочены? Мне не нужен println? Я хочу взять их по порядку. Как я их буду брать? Если человек, а-а-а, хорошо, значит, не проехал. Суть в том, что не только println, не только set to string выведет их по порядку, но что более интересное в народном хозяйстве, если у set-а взять итератор, и потом, например, вывести первые два элемента, конечно, надо х-знать сделать, но у нас же эксперимент такой, то это вот A, B. Когда человек просто понял, что штуковину кидают в system out println нам по порядку, это хорошо, это он реально молодец. Только мы же, когда программируем, мы же в консоль кидаем только так, чтобы пазырить что-то. Ну, если человек у нас герит таблицу в браузер, я ему что в консоль буду писать, мне нужно таблицу в браузер. И кажется, что если ты у set-а берешь итератор, то он выдает элементы по порядку. Если я хочу взять три самых маленьких объекта, я беру итератор, делаю next, next, next. И вот три моих самых маленьких объекта. Ну, у меня два объекта, да? Я их беру вот отсюда. Другое, что еще более мощное. Я взял set. Помните наш график? У нас есть set. Это интерфейс. И под ним напрямую hash set. Но у set-а есть наследник. Это интерфейс более крутой сорта set. У него есть наследник еще более крутой на video set. Более крутой, потому что тут добавили методы. В них больше методов, чем просто в сете. И только потом наследник — это три сета. У три сета просто больше методов, чем у хэш-сета. И больше методов, в общем-то, на сортированность. Итер и два раза next — это тоже еще более слабая. То есть, если человек это привел, уже молочан, но надо его еще крутить, там, минут пять-десять, ну, минут пять, минут три-пять, пытаться подвести, чтобы он сказал следующее. Да, во-первых, мы тут не можем интерфейс сет. Давайте приведем к Navi. Смотрите, какие приятные штуки есть у Navi. Есть, например, так, итератор. Можно взять первый, можно взять последний. Первый элемент — это A. Так, последний элемент — AY. Что более забавно, у сета можно взять subset. И здесь реальное происходит вырезание. Давайте возьму аргументы более понятные. Это будет A, B, C, D, E, F. На. Затирать не буду. Subset. Я могу сказать, от элемента B — дальше булевский — true или false. True. До элемента E — false. Вот это действительно, скажем, это вид того, что можно сделать с сортированным сетом. Да, по сортированным сетам, по коллекциям хорошие тесты. Вот это все проверяется, там я кучу медленно вызываю. Итого, что я говорю. Я говорю, ну, если у тебя внутри там все упорядочно, давайте слегка перемешаю, а то такое еще не будет. Если в тебя вбили буквы, и они у тебя упорядочны A, B, C, D, E, F. Я их бил по порядку, мне лень перемешивать, просто оно все равно равное. Я говорю, я хочу выбрать подмножество от буквы B, включая, до буквы E, не включая. То есть, дай мне все элементы, которые больше или равны буквы B и четко меньше буквы E. Или кто помнит в математике, тут ставится квадратная скобка, когда не включается, ставится круглая скобка. Ну, или вот так. Тут просто говорится true, то есть меньше или равно. False, то есть равна нет, равно нет, четко меньше. И действительно мне вырезают подможество. То есть, я говорю, от B до E, от B до E. B берем, E не берем, да, вот тебе элементы. Да, из забавного это работает. Даже если я говорю границы, которых нет. Например, руки будут, не знаю, X, X. Да? Я могу взять, это называется TailSafe. Только надо мне компаратор выкинуть, потому что сейчас оно еще сравнивается не по-человечески. нестандартным компаратором. Я тут могу уже. У меня есть элементы. А, B, B, C, D, D, E, X, X. Я сказал, TailSafe, то есть хвостовое множество. Есть еще HeadSafe, такое головное множество. Я сказал, от буквы B, B не берем и до конца. От буквы B, а тут буквы B и нет. Я не должен знать, какие буквы есть множество. Но, смотрите, если бы в изначальном множестве была буква B, она бы была вот здесь. В словаре буква B идет раньше, чем B, B, но позже, чем A, A. Она начинается на B, дальше ничего нет. Поэтому она идет тут. Я сказал, от этой виртуальной буквы, которая не существует, если она есть, то ее не берем. Но вот все, что больше от нее, туда берем. И вот нам вырезали. Вот эту часть нам вырезали. HeadSafe, деревянные структуры данных, это очень популярные штуки вообще во всем кабинете. computer science. Да, деревья, которые здесь лежат, правильное название тех деревьев, которые реализованы внутри, это красно-черные деревья поиска. Просто именно так называется глава у Кормана. Именно так называется глава во всех этих учебниках. Во всех учебниках паперинформации есть рассказ про красно-черные деревья. Там внутри красно-черные деревья. Почему я так и не скажу. Там внутри используется алгоритм, они строят дерево, и они вершины раскрашивают красное, а другие черное. Им там надо для одной из своей математики. Так вот. Хэш-структуру. Разберитесь, как устроена хэш-структура данных. Разберитесь, как устроены деревья. Именно эти. Почему? Потому что, когда вы берете любую нормальную базу данных, не только Oracle дорогущий, но и что-то дешевое, типа MySQL, и вообще любую базу данных, и вообще любое хранилище данных, даже если это не база данных на столе скейля, то смотрите. Допустим, на SQL вы пишите select name from таблица users, я хочу вывести имена всех пользователей, возраст которых больше 18 лет. Все это славно, только в моей таблице, например, миллион пользователей, которые хранятся на Winchester. Если у вас, ну, допустим, не так будет, а вот что-нибудь в день рождения, неважно, понимаете вы успели или нет, в целом на английском это же как бы написано, date birth равен, не знаю, там, 18-е, там, 0-9-е, там, 1976-е, например, вот так. Я хочу вывести имена всех людей, которые родились 18 сентября 1976 года. Одна проблема, в моей таблице пользователей 46 миллионов человек. И вообще говоря, вроде как самое умное, что может сделать база данных, это полезть на Winchester, а там гигабайтная таблица, перебрать всех пользователей за полчаса и вывести тех, у кого день рождения действительно 18 сентября 1976-го. И напишет Вася, Петя, Маша. Ну, это как метод contains, у RLista, надо перебрать всех. И поэтому баз данных, две ключевые вещи для хранения информации. Это таблицы, а есть еще индексы. Есть такая еще вьюхи, но она не такая крутая. Индексы, это когда рядом с таблицей, вот действительно честное место, файл, где хранятся миллионы пользователей. Хранятся эти же пользователи или части пользователей как-то перемолотые так, что мы можем быстро находить, чтобы мы не копали весь файл, а быстро находили то, что нам надо. Так вот, у всех нормальных баз данных индексы должны быть как минимум двух типов. Это хэш-индексы и индексы на основе 3 индексы. А, В3 он начинает. Да, там используются В-деревья. Они чуть-чуть другие, то есть в 3-сете используется красно-черное дерево, базар данных используется В-дерево. Всегда у всех учебников по структурам данных они описываются рядом, они очень сильно похожи. Так вот, смотрите. Если бы у меня рядом с таблицей пользователей имя, фамилия, отчество, фотографии, история зарплат, я бы хранил индекс в виде хэш-таблицы, где ключом является вот эта штука, и где хэш-код считается от даты рождения, да, я сейчас как бы слегка блефую, то есть, в смысле, абсолютно точно с точки зрения баз данных, надо было чуть-чуть подробно рассказывать. Но если бы я как бы считал, что у меня отдельно хранятся данные хэшированные по этому полю, то я бы мгновенно нашел этих юзеров, я бы не перебирал миллион пользователей. У меня была бы хэш-таблица, где было бы хэш-индекс, где было бы миллион бакетов, и у меня была корзина для каждого дня рождения. И когда мне говорят, выбери всех, которые родились 18-15-76-го, я сразу пришел в корзину где лежат. Эти люди, вот их трое. И там реально используется база данных, такая же штуковина, как и хэш-таблица. Но проблема в чем? Выборки бывают точечные, когда у меня есть точное равенство. Тогда хорошо прокатывает хэш-индексы. А бывают выборки по диапазону. Когда я говорю, все, у кого дата рождения меньше, чем, например, не знаю, меньше или равно, чем 1 января 76-го, и больше или равно, чем 31 декабря 76-го. Хэш-таблицы не позволяют делать выборки по диапазону. В хэш-таблице люди, у которых, например, слегка отличаются возрасты, хранятся в совершенно разных местах. Мы специально строим функцию хэш-код, чтобы их разбрасывало в разные места. В деревьях же, что там в реальности, как оно выглядит, это дерево? Здесь писал все маркеры. Дерево выглядит так. Скорее всего, все оно построено. Допустим, у меня будут числа. В корне хранится 10. Налево идут все числа, которые меньше. Например, 5. Тут, например, 15. Сюда идут числа, которые еще меньше. 3. Сюда идут числа, которые больше 5, но меньше 10. Сюда идут еще меньше, допустим, 1. Сюда идет 4. Сюда идет 9. Тут ничего нет. Косты. Сюда тоже ничего нет. Сюда идет 14. Сюда, допустим, ничего нет. 3. Три. Три сет. Это красно-черное бинарное дерево поиска. Бинарное, потому что у дерева по два потомка. Дерево поиска, потому что мне четко сказано, что все числа в левой ветке меньше, чем число в корне. Все числа в правой ветке больше, чем число в корне. И так повторяется у всех. Берем 15. Слева все числа меньше 15, справа больше 15. Это дерево поиска. Скажем так, это бинарный поиск, материализованный в виде дерева. Действительно, я хочу спросить, есть ли в этом множестве число 8? В этом дереве есть восьмерка? Я прихожу в корень. Это десятка? Нет, это восьмерка. Восьмерка меньше десятки, значит я иду налево. Когда я иду налево, я вообще никогда не пойду направо. Справа много штуковин, но там все штуковины больше, чем десятка. Иду налево. Пятерка. Это восьмерка? Нет. А что? Восьмерка больше. Значит я иду сюда. Это семерка, а у тебя что? Восьмерка. Значит идти направо. Хорошо. Иду. Это девятка? Нет. Значит у тебя восьмерка, тебе идти левее. А левее нет. Такое число нет. Кроме того, деревья позволяют работать диапазонами. То есть если посмотрим, когда мы идем вот отсюда, у нас числа реально сортированы. Один. Три. Четыре. Пять. Семь. Девять. Десять. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Сто. Если я буду свои данные хранить в виде такого дерева, то когда меня спросят найти все числа от шести, например, до двадцати, то я должен искать тут шестерку. И я как-то найду, что это вот здесь. Вот шестерка была бы вот здесь. Да? Между пятеркой и семеркой. А двадцатка была бы вот здесь. И если я нашел два места в дереве, то вся часть дерева, которая между этими точками, она от шести до двадцати. Поэтому прелесть деревьев не только в том, что она что-то отсортированная, но редко когда кому-то надо что-то ну то есть прямо вывести в порядке. То есть, ну да, хорошо, у меня миллион есть штуковин. Я их буду выводить все. Кому нужен миллион штуковин? В таблицу на миллион строк? Хром упадет. Ну то есть, что? А вот очень хорошо, если я храню в виде дерева, у меня работают выборки по диапазону. Если у меня точечные выборки, то хорошо работает, да. Время работы хэш таблицы от единицы. Время работы деревянных структур данных – это логарифмы. Ну там смотрите, смотрите, читайте книги, но в общем-то там везде O от логарифма двоичного варианта. Откуда берется логарифм? Потому что высота дерева пропорциональна логарифму. На каждом следующем уровне, в общем-то, в два раза больше вершины. Если мы хотим укатать миллион вершин, у нас будет примерно 20 уровней. Будут 1, 2, 1024 на десятой вершине. 2048 – 4 тысячи. И на 20 уровне будет миллион, примерно. 20 – это двоичный логарифм от миллиона. Поэтому время работы с деревьями – это не O от единицы, а O от логарифма. Потому что чем больше элементов, тем так и выше дерева. Нет, высота дерева растет очень медленно. На один ряд больше – это в два раза больше дерева. Потому что каждый следующий слой в два раза больше. У каждого предка два потомка. То есть удвоение, удвоение, удвоение. Но все-таки растет. Поэтому, если у вас выборки точечные, то деревянный индекс работает нормально, уже классно. Он не будет перебирать все миллионы записей. Но хэш-индекс работает еще быстрее. А если у вас выборка по диапазону, вы хотите отрезать всех людей, которые родились с 1 по 30 января. Всех людей, у которых зарплата от 100 до 100 тысяч. Всех людей, которые проживают, ну если у вас там отсортировано, по долготе. От 10-й параллели до 20-й параллели. Странный запрос. Всех, у кого фамилия на букву А. Вы просто говорите, все, у кого фамилия от А, смотрите, от А и меньше В. Это все люди, у которых фамилия начинается на А. Потому что я знаю, я знаю, тут забавно. У фамилии на А я знаю самую маленькую фамилию. Это А. Но я не знаю самую большую фамилию. Ну, самая большая фамилия А, З, 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 З. Чем больше З, тем она позже в словаре. Мне проще взять что-то еще круче. Там вот будет З, а тут будет В. Я говорю В, но меньше В. Мне кажется, что этот дипозон, это все фамилии, которые начинаются на А. И звуть в том, что деревянная структура данных, даже если тут очень много записей, тысячу, миллион, время работы все равно логарифм под N. Почему? Потому что он должен найти левую точку, найти правую точку. Он говорит, вот вы миллион. То есть прелесть хранить штуки отсортированными. Первое. Если вы миллион штук храните отсортированными, вы можете жалить по нему бинарным поиском. Не перебирать все. Но еще круче, вы можете резать диапазоны. Если вы всех людей отсортировали по зарплате, вам легко найти всех людей, у которых зарплата от 5 тысяч гривен до 6 тысяч гривен. Вы даете точку, где зарплата 5 тысяч гривен. Точку, где зарплата 6 тысяч гривен. И если они отсортированы по зарплате, то вот все они, вот это есть все люди, у которых зарплата между 5 и 6 тысячами. Вам не надо искать каждого. Вам надо найти два крайних конца. Вот в этом действительно прелесть структур данных, которые хранят данные отсортированные. Да, еще спрашивали. Задачка надо, чтобы вывести... У нас есть товары, нужно их распечатать. И нужно, чтобы они были сначала... чтобы порядок был такой. Сортируем по имени фирмы, а внутри фирмы по цене. То есть у нас будет какой-то там, не знаю, Астон за 10 рублей, потом будет там, не знаю, Астон за 20 рублей, потом будет какой-то там, не знаю, бета за 3 рубля, потом будет какая-то там, не знаю, бета за 7 рублей, потом какой-нибудь там, не знаю, циклом за 12 рублей. Как это сделать? Да, это некоторый класс товар, например. Первое. Мы можем либо у этого класса реализовать интерфейс Comparable, и там реализовать компаратор, который в лексико-грагическом порядке сортирует по имени. То есть если имена разные, он говорит вот такой порядок. Если имена одинаковые, он сортирует по цене. Как с точками. У нас точки упорядочены по координатам Х, а внутри одинаковых Х они упорядочены по И. Вторая идея. Можно дать компарат. И вот тут сейчас один маленький.